я угадал это наш дом подписчики я угадал я так и знал я так и знал я беру телефон и у меня просто шоковое состояние потому что у меня сообщение от него вона робость лифта вина это ну я не знаю ощущение наверно как как первый секс то есть это тоже шутко в нас не вдалося зекономить гроши це погано не вдалося тому що ми наслуживаемся джиття це не так уж погано потому что как бы только что на ровном месте потерял три с половиной тысячи долларов и у нас начались первые баталии первая нервотрепка по поводу покупки дома и эту штуку больше мы даем и у нас на карточке остается 62 доллара и из-за нас может обрушиться весь рынок недвижимости в Канаде или Северной Америки А это Канада за все за 5 дней мы посидели мы не переставали пить это только нас стримовало от нервного нервного взрыва и сидит в тюрьме ибо он там еще главный аппликант я иду кудись всем привет всем привет ну что мы короче в полном охудевании от того какой теперь у нас долг тобто мы стали домовласниками в Канаде и также мы еще полностью охудеваем от того как это все произошло потому что то как это произошло у нас я вам даю сто процентов гарантии не происходило ни у кого и короткий срок и отсутствие денег и второй раз отсутствие денег и потом третий раз финальный уже отсутствие денег ну короче все расскажем по порядку якшо так пидытожите то дуже довго довгий период часу це майже два роки мы жили то тут то там то еще десь відчуття дома не было дуже хочется додому это действительно дуже хочется додому и так как в Украине мы жили хоть и не в своем доме, но в своем... в своем... короче мои родители давным давным давно купили дом после чего рядом построили себе отдельный классный домик а нам передали ну не по наследству а как бы по... по чем-то тимчасовым корресуванням да дом который был 1920 какого-то года постройки нам пришлось полностью сделать реконструкцию снести крышу достроить еще комнаты внутри сделать перепланировку короче мы его любили он находился в супер классной локации от моря было всего ну там минуты 3-4 пешком и нам очень сильно не хватает и слава богу что мы его пока что не продали но цель была купить свой дом для того чтобы снова почувать себя как дома потому что я люблю делать дырки я очень люблю что-то куда-то присверлить приклеить приделать а когда вы живете в арендованном доме если вы живете в канаде то вы знаете что ничего нельзя делать так уж в арендованном житлі не завжди можно с тваринами не завжди можно заводить тварин так тому очень долго мы до этого шли целых два года по меркам канады это очень быстро но мы это сделали и эмоции в нас просто зашкаливают я могу сказать что ощущение у меня такое как мы тут жили всю жизнь в Канаде или в этом доме в этом доме когда переезжали нет ощущения что это что-то новое такое ощущение как мы жили тут всю жизнь но я уже не знаю наверно так нельзя это короче как первый секс вот первый дом покупка этот наверх если вам понравилась эта шутка как поставьте лайк блин сейчас про секс поговорили и все у меня кровь ушла я теперь нет не сразу все понимаю там холодно сходи на улицу там минус 30 попробую сконцентрироваться покупка нашего первого дома у нас была в планах с самого первого дня когда мы решили переехать в Канаду то мы очень хотели свое свое житло и мы планировали покупку житла с первого дня как мы приехали в Канаду и по канадским меркам у нас это стало очень быстро но это был очень тяжкий для нас процесс но мы первый шаг мы сделали в квотне минулого року мы продали Анин автомобиль и хотели купить Теслу но прежде чем отдавать деньги за Теслу мы поехали и посмотрели домик он был шикарнейший это трех уровневый таунхаус с первой линией возле озера волкаут бейсмент сделанный уже готовый тебе не нужно ничего делать небольшая территория перед домом но там было всего три минуса первый минус это гараж на один автомобиль другим минус это был кондоминимум тобто были обвязковые месячные кондофи мы расскажем в каком в будущем видео как на какие требуют умовы обратить внимание при покупке житла и это одна из банковых сетей затопа 30 далее но в принципе нас это в тот момент сильно не останавливало потому что цена дома было триста восемьдесят тысяч долларов но одна из комнат одна из спальни там было три спальни и еще одном бейсменте было очень маленькая вот она была настолько маленькая что ну только наверное грудничковый ребенок там мог поместиться, вот кроватка и столик перепеленальный, и все. Поставив все за и против, и минус, и с условием того, что денег у нас хватало вот на максимум в приптык только на дом, и на покупку следующего автомобиля нам уже нужно было бы одалживать деньги, мы приняли решение купить Теслу. Почему именно Теслу? Я рассказываю вот в этом ролике, сколько денег за один год эксплуатации этого автомобиля мы сэкономили, а другим образом заработали, потому что мы продали, и денег у нас стало больше. Теслу мы брали в кредит на 2 года под минимальную процентную ставку, процентная ставка была 6%, но колоссальный месячный платеж, потому что вы можете посчитать там образно 40 тысяч долларов за 2 года, это дорого, это много, это тяжело. Цель наша была выплатить Теслу за 1 год. К сожалению, мы это не смогли сделать, потому что мы себя очень любим, и любим себя больше, чем нужно было бы, но все равно мы как-то в октябре, да, в октябре или в ноябре пошли, после того, как Леся, Леся же первая, кажется, Леся первая распечатала Пандору и купила дом, после чего у нас все, надо быстро покупать дом, надо быстрее. Мы воспользовались ее же, моргидж-специалистом, которая ей помогала. И ее же риэлтором. И ее же, кстати, риэлтором. Мы пришли к моргидж-специалисту, принесли документы. У нас заработная плата абсолютно обычная, стандартная, как у всех нью-камеров, но единственное, что есть дополнительные небольшие бонусы у моей супруги и бонусы у меня плюс овертаймы. Мы, исходя из расчета, что мы это все насчитаем, все суммируем и дадим нашему моргидж-специалисту, и цифра у нас будет 1550 вообще на изи, мы себе начали рассматривать дома ценой 550 тысяч долларов. Когда мы обратились к моргидж-специалисту, когда мы к ней пришли, она нам сделала классное обрезание моментальное, и цифру уменьшила сразу тысяч на 50, а то и на 70, сказав, что, ребят, так у вас еще и Ниссан в кредите. Да, есть такая машинка, губозакатин или как это? Твой губозакатывающий. Да, губозакатывающая машинка. Вот она говорит, идите и купите в долларами, там продаются. Мы расстроились, но продолжили дальше поиски. Один из очень классных советов, которые она нам дала, полностью вообще по советам, по документам, по всему мы расскажем в следующем ролике. Она мне сказала найти вторую работу, партайм, не дордаш, а именно постоянную партайм работу с работодателем. Не быть самозанятым. Да, не самозанятым. Працювать на кого-то. С зарплатой в районе 20 долларов, что увеличит возможность покупки нашего дома тысяч на 50. Або эти 50 тысяч просто покласти сверху. Да, только плюс, что у нас расчет был не просто там до 1000 долларов, у нас расчет был до 50 долларов. И я забегу вперед, когда мы заплатили нотарию, не нотарию, юристу, юристу, у которого мы подписывали, у нас на банковском счету оставалось 62 доллара. То есть вы должны понимать, насколько у нас все было расписано. Но давайте по порядку. Ходить мы начали по шоурумам. Это новые дома, где никто ни разу не жил. И они сделаны с использованием, наверное, самых дорогих материалов. Вони все облаштовані. Тобто є ліжки, ліжка, є тумбочки. Все це в дизайнерському якомусь стилі, з вазами, навіть посудом. Тобто це таке житло, коли ти заходиш. Це не як у нас в Україні від забудовника. Там просто голі стіни, ти там щось собі уявляєш, що буде в майбутньому. Тут вже все є. Тобто ти заходиш і кажеш, я хочу такий будинок. І вони тобі включають в ціну навіть ці вазочки, навіть все. Вони тобі все включили і ти кажеш, добре, мені все подобається. Але ціна таких будинків, ну за 600 тисяч. Даже за 700 і за 800. Если вы хотите, напишите в комментариях. Я обязательно могу сделать серию видеороликов, об'їздить всех застрочков, которых я смогу найти в нашем городе, в Калгари. І показати вам ці шоуруми, що це таке, як це. Ну і показати по ценам, скільки такий шоурум стоїть і дата здачі його. Тому пишіть в коментарях і ставте лайки. Походили ми спочатку по шоурумам, потім шукали на Realtor.ca. Шукали все, що виходило нове на ринок, на продаж і все це улітало за один день. Тобто ми навіть не встигали подивитися, ми тільки... У нас не було ріелтора на той час, ми просто самі ходили, як приблуди якісь по всім хатам. Ну ми ходили самі, тому що ми ще не продали Теслу. Ми, якщо я навіть правильно помню, ми навіть не виставили ще на продажу. Ми просто ходили для того, щоб просто посмотреть... Мати уявлення, за які гроші, що ти можеш купити. І так смішно було, тось вийшло об'явлення, ми дзвонимо ріелтору, говоримо, ми хочемо прийти посмотреть, ріелтору-продавця. Ми хочемо приїхати посмотреть, вони кажуть, коли? Ми говоримо завтра. Ми говоримо, окей, ми приходимо завтра, нам кажуть, ну дом вже продано, зайдіть і посмотріть, ну дом вже продано, ви завансували. Потому що на сайті цієї інформації немає. Цієї інформації є тільки у ріелтора-продавця і ріелтора-покупателя. Але ми з Одесою, і я ж тебе думаю, так, ріелтор получає деньги от продавця, причем оба ріелтора получають. Що ріелтор-продавця получає бабки от продавця об'єкта, що ріелтор-покупателя получає от продавця деньги. Я думаю, якщо я приду без цього ріелтора і предложу цифру менше, то йому не потрібно буде ділиться, і він нам зробить лучші условії. Це одна із помилок. Вам потрібен власний ріелтор, бо тільки ріелтор буде захищати ваші права та обов'язки, але докладніше буде ця вся інформація в наступному відео. Ріелтор у нас є, цей ріелтор помог вже четверим сім'ям українців. Це тільки за 4 місяці. Так, у нас тут за последніх нескільки місяців... Як Baby Boom, у нас тут хату купляють. У нас соревновання було, таке, хто купить дом? Причем все ж молчат, це там тільки блогеры можуть там показывати, а все остальні молчат. Але він нам дуже допомог, і ми його рекомендуємо на все 100%, тому що благодаря нему ми живем в цьому домі. Ми с такими нервами його купили, с такою нервотрепкою, але тільки благодаря нему і нашій бурогерші ми тут. Короче, декабрь месяц, ми вже запостили, я помил тачку, запостил, люди звонять, спрашивают, крисмас, до крисмаса, все мені пишуть, все звонять, за день до крисмаса, крисмас і день після, тишина. Я вже спускаю цену, ми зробили два объявлення, одне объявлення з аккаунта супруги, одне від мене, цена разная, разні фотографії, написали ребята, пришли, посмотріли, сказали, що все 100% купять. Ми к этому времени вже нашли ріалтора, ми вже посмотріли нескільки домів, ми вже нашому брокеру отдали весь пакет документів для того, щоб она ждала, коли ми продаємо машину. Вона нажимає там, наверное, какую-то волшебну кнопку у себе на компьютері і запускає весь процес, тому що нам надо получить от банка преапрував, що на яку цифру ми можемо реально смотреть дом. К этому времени нас убедили, що нам нужен ріалтор, ми пообщавшись с тремя чи чотирімя разними ріалторами, остановились на Сергею, которого, ну, я давайте наперед забегу, если вы купите дом у Сергея, вы обязательно попадете на матч НХЛ, на четвертый ряд, вы будете сидеть рядом со звездами НХЛ, и вас будут переполнять все эмоции, это было круто, это, наверное, одно из крутейших событий, ну, вот на сегодняшний день, которое происходило со мной в Канаде, наравне с Ниагарским годом, вот вы должны понимать уровень. Чуваки отказались от покупки моей машины, купили новую машину, мы расстроились, ушли на Новый Год, после Нового Года очередной звонок приезжает, а вы все помните, что мне бомжара разбил тачку, капот у меня вмятиной, находим клиента, клиент проверил машину на своем СТО, он собственник СТО, мы с ним поговорили, звоним на сервис, где должны были привезти новый капот, капота нет, я звоню в страховую компанию, страховая компания говорит, да не вопрос, мы тебе так просто кэшем дадим бабки и все, мы говорим, вау, круто, давайте, я продавцу говорю, давай вот на, там, минус эти 3,5 тысячи баксов за капот, он говорит, да не вопрос, мне же лучше, он, мы делаем сделку, ударяем по рукам, он дает бабки, у нас еще был баланс за кредит, мы закрываем этот кредит, только мы поставили подпись, я смотрю на телефон, у меня звонок с этого шоп, бодишоп автосервиса, я поднимаю трубку, они говорят, здравствуйте, мы узнали, когда будет ваш капот, он будет через 2 недели, я говорю, не, не, спасибо, он мне уже не нужен, как бы все, отказывайтесь от капота, я больше ничего не нужен, они говорят, хорошо, мы отказываемся от капота, но вы все равно должны заплатить за стоимость ремонта и за стоимость капота, тут я подохуел, потому что как бы только что на ровном месте потерял 3,5 тысячи долларов, и у нас начались первые баталии, первая нервотрепка по поводу покупки дома, наверное, за дня 2 или 3 нервотрепки мы смогли договориться, что за работу мы не платим, за капот мы платим, а капот покупает у нас покупатель Теслы, тогда, когда он будет, ну, вроде как бы мы вышли на ноль, уже все хорошо, но настала новая проблема, это дома, то дом, на который мы рассчитывали, уже был проданный, в пендинге он был, в пендинге, в пендинге, в пендинге, это значит, что кто-то пришел, дав оффер, продавцы его подтвердили, но дают продавцы якусь кількість дней для того, чтобы отримать покупцам ответ от банка, или дает банк финансирование. Обычно это 2 недели. Так, ось весь этот час, эти дома, никто не может дивиться, никто не может дать им другой оффер, то есть эти дома закрыты для перегляда, они уже не как в собственности покупателя, но они рассчитываются за ним, то есть пока они не скажут, что они отмазываются, продавец ничего не может сделать. Реалтер нам сказал так, то есть, в принципе, вы посмотреть дом можете, более того, вы можете даже дать, как он там назвал правильно, там какой-то оффер, но только в случае того, что если у тех людей не сработает, допустим, финансирование, или по какой-то причине они отказываются, то у покупателей уже будет новый оффер, и они с этим новым оффером могут уже как бы дальше что-то двигаться. Проблема у нас была, что каждый день мы смотрели по одному, один-два дома, и эти все дома, которые мы смотрели, мы ж хитрые, мы ж хотели дать меньше, они зачастую продавались больше. И даже когда мы еще не смотрели на дом, то есть мы телефонуем, в самом деле это делает риалтер, но до того, как мы познакомились с Сергеем, мы телефоновали риалтеру продавца, сказал, что мы желаем поделиться на дом, и были такие даже випадки, когда нам сказали, так, мы уже маем оффер, но вы можете его перебить, дом на рынке стоит 430, или готовы вы дать 450? 450, мы даже не смотрели на дом, мы ничего не готовы. Ни, ну вы готовы перебить? Про собачу будку, если что, короче, кто не видел собачу будку за полмиллиона долларов, это здесь. Тобто его уже купили на 20 тысяч больше, чем он даже стоит на рынке, а мы даже не смотрели его. Ну, короче, ци будинки продавались, как горячие пирожки. Каждый день большая количество будинок просто улетало. Мы разобрались с Теслою, но нет будинок на рынке. Кстати, а давайте мы сделаем такую вещь. Вот такую баночку масла мы подарим первым трём, кто сможет отгадать, какой из всех тех домов, которые мы смотрели, мы купили. Пишите в комментариях, вся информация есть, можете там указывать ссылку, можете указать там название видео, как вам будет удобно. Масло мы делаем сами. Масло данное, это масло с грецкого ореха. В описании под этим видео вы сможете прочесть всё, что вас интересует. Подписывайтесь на наш инстаграм. И всем жителям Эйрдри 50% скидка на масло. А Калгари? А Калгари? Калгари это другой город. Ладно, давайте. И Эйрдри, и Калгари. Короче, дома будинків. Тесла продалась. Женя купили Субарик. Субару Легаси. Когда-то эта машина была мечтой для многих молодых. Своей молодости, моей. Я Галя Балова, но у меня никогда не было машины без камеры, даже без патроников. Короче, это ужас. И мы сидим, бабки есть. Блин, что дальше делать? Домов нету, и нового ничего не появляется. А наш, мы уже працюем с риэлтором. Наш риэлтор нас заспокоюет. Кажет, не хвалюйтесь. Всё будет, всё будет. И, кстати, ещё многие из моих друзей сказали такую фразу. Не переживай, ваш дом вас дождётся. И буквально в этот же день, когда очередной кореш мне сказал эту фразу, я открывал... Нет, ты мне сказала позвонить одному из риэлтору-продавца и спросить насчёт дома, который нам понравился. Мы смотрели дом, который мы купили ещё в грудне, но так вклалось, что когда мы продали Теслу, этот дом уже был в пендингу. И нам риэлтор-продавцов написал, что он в пендингу. И Алексей ещё с ним общался. Я приведу, как справа, что там делаешь? И я приезжаю домой, это вечер пятницы, и говорю человеку, слушай, напиши тому риэлтору поведомление. Что там с домом? Я беру телефон, и у меня просто шоковое состояние, потому что у меня сообщение от него, от этого риэлтора-продавца. Я кликаю, и там написано, что предыдущей семье отказали в кредите, поэтому мы в теме. Что вы готовы сделать? Типа давайте швидко. Да, только быстро. Мы пишем нашему риэлтору, чтобы тот риэлтор... Нет, я ему пишу, типа мы согласны, но надо порешать вопрос по цене. Мы пишем нашему риэлтору, чтобы наш риэлтор позвонил тому риэлтору. Тот риэлтор, короче, знает, что у него целых два офера, и он начинает выпендриваться между нами, и выпендриваться нашему риэлтору, типа ну это вы мало предлагаете, у меня есть предложение получше, после чего мы говорим нашему риэлтору, типа открывай карту, скажи, что ты наш риэлтор. Тот был в шоке. Но это было в шесть часов вечера, в восемь мы уже подписали оффер, на то, что мы купим этот дом, мы даем задаток, они нам дают умовы. Секунду, мы не просто подписали, нет, мы подписали, мы в телефоне, я был на работе тогда, мы физически там наклацали и подписали, позвонили нашему брокеру, сказали, риэлтору, сказали, что все, мы подписали, после чего я звонил супруге и говорю, слушай, говорю, а какая цена за дом? Жена говорит, я думала, ты знаешь. Да, она говорит, я не знаю. Короче, мы подписали оффер, не зная цены, сколько реально наш брокер предложил. Мы ему сказали, что мы готовы 465 дать за этот дом, а это еще один плюс, почему мы его рекомендуем, потому что он подписал первый оффер за 463 тысячи, то есть на 2000 долларов меньше, чем мы хотели дать за этот дом, поэтому мы однозначно рекомендуем брокера. Але умова такой цены была те, что мы повинны отримать подтверждение от банка за 5 рабочих дней, в среднем на такую процедуру дают не меньше 10. Рабочих это 2 недели. Рабочих это 2 недели, нам дали 5-1 недели. И мы, думаю, что у нас все очень классно, мы же уже знаем брокера, наша брокера нам сама и риэлтору нашему каже, что у них все классно, все будет очень быстро, это нормальный час для нас. За эти 5 дней мы посидели, мы не переставали пить, потому что это только нас стримало от нервного взрыва, бо якусь не кінцеву відповідь нам дали на 5-й день перед тем, как мы могли потерять, загубить, не отримать назад наш депозит. Депозит мы дали, слава Богу, там не самый большой, 7 тысяч долларов, обычно дают 10. Но все равно для нас 7 тысяч долларов – это большие деньги. Тобто, если вы не скажете ответ до дня, когда вам указано в вашем договоре, депозит остается у продавца. Все, тема закрывается, они с этим не играются. И еще раз. Но, но, снова таки, тут уже работает риэлтор. Риэлтор на вашем обои, он защищает ваши права, поэтому Сергей в этом профессионал. Он может сделать какие-то договоры после договора, чтобы они немного пролонтировали термены, потому что продавцу важнее продать. Поэтому он иногда может немного изменить условия. Да, это все flexible, как говорят у нас в Канаде. Но это нервовно, когда ты должен дать ответ, а в тебе еще нет ответа от банка. Это не просто нервовно. Мне брокер, мы сидим у брокера, она мне говорит, смотрите, у вас, ну, вроде все хорошо, ну, у нас ответа еще нет, ну, я смотрю на документы, все нормально. approval with conditions. Это означает, что она нам показала, что они подтвердили наш дохид, нет, дохид обоих. Они уже зателефонировали, подтвердили, что Алексей працюет в этой фирме, так как мой главный офис находится в Монреалі, они намагались зателефонувати, але в Монреалі вже була дика сива ніч, і вони не могли це підтвердити. Тобто, дохід ми, вони зарахували, але не підтвердили, що я працюю саме в цій кампанії. У нас не було підтверджено, що ми маємо гарну історію з оплати утилити. Ми все розкажемо в наступному відео, які документи в нас просунули. Тобто, в нас 50% з тих документів, які банк повинен розглянути, він розглянув тільки 50% і каже, ну добре, ми вас типу підтверджуємо, але все ми можемо змінити, бо це не остаточна відповідь. А пройшло вже неделя, но обычно possession day примерно через місяц після того, як ви дали офер. Это обычно. Possession – це дата, коли ви отримуєте ключі від продавця. Тобто, ви бачите будинок, даєте офер, і в цьому оферу вказано, що продавец може виїхати через місяць, і вас це влаштовує, може виїхати через два місяці, і вас це влаштовує, може виїхати через три, і вас це влаштовує. Тобто, ви добавляєтесь про терміни. І до цього часу ви должны підписати все документи, підписати юриста і передати юристу остаток денег, короче, закрити всі питання і ждати. В нашому випадку на все про все от даты, коли ми дали офер до possession day було всього две недели. Чому це було? Бо продавці знайшли інший будинок, вони вже дали офер, вони вже хочуть переїхати, і так, як їх минула зділка зірвалася, вони так нас торопили. Саме тому вони були готові знизити ціну. І наш брокер ще раз знизив ціну ще на 2 тисячі доларів. Ітого у нас цифра за наш прекрасний дом, який дуже люблю, 461 тисячі доларів. На ринку була його перша ціна 480. Так, це на секундочку, яка різниця між як ми купили і як він є, і як він не бажал. Як він не бажал. Так. Короче. Так, подожди секунду. Вспомнив вот этот момент, коли ми підписуємо, ми, ну, це, мені брокер все це об'ясняє, ми говоримо, окей, ми підписуємо, садімся в машину, ти так, смотриш на мене і говориш, слушай, а якщо вдруг у нас что-то не произведет, ну, ну, банк відкажет нам, получается, ми не зможемо купити этот дом, а те люди, які хочуть купити следующий дом, вони ж, получается, теж його вже не змогут купити, а, скорее всего, те люди, які продають, те, які покупають, вони теж не змогут купити. І вот цепочка, і за нас може обрушитися весь ринок недвіжимості в Канаді или Северной Америки, потому что... А це Канада, і тут люди просто ідуть до громадянського суду і з тебе знімають гроші морального, матеріального, фізичного, будь-якого, ущерб був, вибачте, будь ласка, я буду декли користовувати російські слова. Я вже собі намалювала, що Алексій сидить у тюрмі, бо він там все головний аплікант, я їду кудись... Блядь! Я їду в Молдову, бо я там народилася, мені дадуть громадянство. На стройку. Ну я вже вмію, я ландскейпом буду додати. Ладно, ну на самом деле, то есть это нам мы сейчас можем посидеть, поржать, там выпить вкусный чай и посмеяться. Но на самом деле это було не смешно, потому что мы когда начали понимать, осознавать, во чому вообще мы сейчас ввязались, у нас руки начали трястись, волосы не то, что там посидели, они уже по второму разу начали выпадать. Мы звоним нашему риэлтору, он говорит, не, ну такое бывает, но я надеюсь, что у вас не будет. Вторник. А для риэлтора, мы должны дать ответ в суботу, то есть 5 дней прошло, нам наш, мы подписали документы на то, что мы сгодны продолжать, что банк далеко подглядывал эти условия и говорим нашему риэлтору, что кажется тем, что нас полностью оправили, мы не хотим, если мы говорим, что нет, наша умова разрывается, они нас ждать не будут еще неделю. Да. Мы можем забрать депозит, все легально, но мы хотим въехать в этот дом, поэтому мы начинаем играть в покер, блефуем, наш риэлтор каже нам, что скидайте мне email, что вы и самая вы хотите это сделать. Чтобы ответственность была вся на нас. А я, у меня таки транс, я говорю, а навещо он это делает, Алексей? в нашей все так погано. Алексей, да не, не, все будет хорошо. Не очкуй, не очкуй, я ты еще раз так пробовал. Ты еще раз так делал. Ой, ну ладно, короче, понедельник. Мы выходные, конечно, на нервах, понедельник. Мы брокеру, типа, что наши дальше действия, она говорит, передайте эти справки, дайте эти справки, дайте те, весь список справок у нас будет в следующем видео, потому что там мы более сконцентрируемся именно на документах. Здесь больше видео про эмоциональный срыв. Мы даем, кстати, дети наши, дети знали, что мы хотим купить дом, но не знали, что мы уже дали офер и заавансировали. Вони навіть не дивились цей будинок. Деякі будинки мы дивились с детьми, но на эти мы дивились только в двух. Ты даешь подсказку, сейчас много масла поддаем. Ладно, пусть это будет подсказка. Первым трём, 100%. Итак, мы понедельник, вторник, среду, мы даем, вы помните, что у нас позешен день во вторник, насколько я помню, и до вторника нам нужно было подписать юриста. Я зараз скажу по датам, так, чтобы было 30 число, я помню. 30, так, вторник. Я помню. Я помню позешен день. Да. Тобто, 30 числа мы должны уже отримать ключи и подписать все это с юристом, то есть все должно быть сделано. И банк должен, кстати, еще такая фишка есть, то есть банк, когда говорит уже окончательный approval, он после этого должен отправить еще инструкцию этим юристам, эти юристы должны обработать эту инструкцию, все сделать, только потом нам назначит время. И вот вторник у нас даже опроба еще нет. И вторник это 23 число. У нас опроба нет. Середа у нас опроба нет. Четверг мы на нервах, у меня истерика, я звоню брокеру, а брокер мне говорит, ну вы знаете, как бы нам банк один отказал, второй отказал, проблема в внесании, я говорю, окей, говорю, не вопрос, говорю, давайте мы сделаем рефинансирование, или это было до? Нет, это было в четверг. Я говорю, давайте сделаем рефинансирование, я звоню в Nissan, говорю, срочно просчитайте рефинансирование по мне, чтобы рефинансировать, потому что у нас тоже платеж по Nissan большой, мы его брали на 5 лет при небольшом первоначальном платеже, и для того, чтобы быстрее выплатить. Они говорят, окей, тут мне приходит уведомление, что они уже сделали кредит-чек, я звоню им, говорю, зачем вы сделали кредит-чек, они говорят, так мы же работаем, чтобы сделать вам рефинансирование. Я говорю, блядь, просто дайте цифры, сколько я должен платить в месяц, потому что, если эта цифра будет мне подходить брокеру, то я его нахрен продаю, этот Nissan, остаюсь без машины, покупаю второй прекраснейший Subaru Legacy, и все. Еще раз напомню, сделка у нас через 4 дни, мы уже навіть сконтактувалися с другим mortgage-брокером, вообще, который находится в Торонто. Он нам за одну ночь говорит, что нет, проблема в этом Nissan. Я говорю, окей, все, я уже начинаю искать людей, которые будут покупать Nissan, и тут наш брокер нам звонит и говорит, ну, можно Nissan не продавать, но вам надо еще дать 10 тысяч долларов канадских. Я думаю, ну, 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 как, вот как сейчас назвать, а у нас еще смешной момент был, мы с супругой записали еще одно видео, где мы не очень лестно отозвались вот по поводу этого брокера, потому что у нас на самом, на тот момент еще даже не было процентной ставки, ты помнишь, что мы даже не знали еще процентную ставку, и мы как бы записали такое видео, что, блин, вот на таких нервах вот это все, процентной ставки нет, нам говорят эти 10 тысяч долларов, мы соглашаемся на эти 10 тысяч долларов, потому что мы решили, что ладно, оставляем Nissan, не нужно будет париться с новой машиной, благо, что у нас есть друзья, знакомые здесь в Канаде, которые нам наши родители помогли, и Артем с Валей, вам привет, вам спасибо большое, что реально помогли, потому что, еще раз, мы приехали в Канаду без бабок, из-за этого у нас вот это все, если бы бабки были, мы рассчитывали на одну сумму, первого внеску, пришлось найти трохи больше, и это четвер, и в четвер, вот мы говорим им, что мы готовы, мы сейчас найдем эти деньги, и они нам дают финальный аппровол, в четвер. Мы звоним юристу, и юрист говорит, нам надо несколько дней, чтобы сделать. Мы говорим, нет, у вас есть понедельник, давайте в пятницу, а это четвер, они говорят, нет, такие, трохи подождите, мы говорим, у нас позешен день, наступный вевторок, он говорит, что? Ну, ну, добрый, тогда приходите в понеделок. А все, этот час у нас таки, а что дальше? А может, еще может, что-то не так? А у меня же, из-за того, что Ниссан сделал уже кредит-чек, и там указано, что это автомобиль, банк не знает, купил ли я еще один новый автомобиль, или нет? И мы в шоковом состоянии, что сейчас еще из-за этого будут проблемы, плюс, на тот момент мы с тобой купили же еще мебель. Так, мы думали, что они не будут сработать, но мы еще не отримали остаточную ответственность. Ну, наш процесс отримания этого кредита не был еще закончен, а мы уже купили мебель в сей день. Ну, по-самашедшему, народ. Так, так, мы решили пойти в банк, если бы блефовать, то до конца. Мы бы жили в гараже на этой жирной кровати. Суббота, мы на нервах. В субботу нам присылают письмо, а нам до этого брокер прислал письмо, что примерно 1700-1800 баксов вам нужно заплатить за юристов. Ну, и мы из этого расчета как бы рассчитываем, сколько денег. Кстати, нам еще надо было закрыть все кредитные карточки вновь, чтобы там у Ани задолженность была 33 доллара, все равно надо эти 3 доллара. То есть, ты полляма берешь в долг, но 33 бакса за карточку закрой. Йо-моё. В умове, что ты можешь снова их потратить, как только взял эти кредиты. Ладно, все, окей. Но правила есть правила, мы все закрыли, все это не нервы. В понеделок... Нет, нам в субботу присылает письмо юрист на штуку больше. 2800 баксов заплатить за... Принести чек в банк-драфт для юристов, чтобы они... Я говорю, как? ... их вартость, плюс, они там еще что-то... Сверху. На всякий случай. Вони нам сказали, что после того, как мы подписываем юристов, после позешенда, пока эти банки будут контактовать и переводить все деньги, и закривать эту справу, после позешенда уже оплачивают все не продавцей, а мы. Поэтому они закладывают эту сумму сверху, для того, чтобы потом, если они ничего не потратить, они повертаются. Честно, они повертают, это не... Ну, мы не знаем. Вроде как, вроде ничего не вернули. Ну, ладно, не суть. Но после того, когда мы... Мы же не рассчитывали, что на такую сумму сверху, у нас там лежала как раз штука больше. И эту штуку больше мы отдаем, и у нас на карточке остается 62 доллара. Мы в шоковом состоянии. Ну, вы же бы у нас понимали, вы за 62 доллара даже бутылку виски не купите, чтобы можно было что-то отметить. А вам еще переехать? А еще... Да, переехать, слава Богу, что мы закрыли все кредитные карточки, и можно арендовать ЮХОУ. Кстати, еще раз, дети наши нифига не знают. Мы в это время дома потихонечку начинаем упаковывать все вещи в чемоданчике, в коробочке. Такие, которые они могут не спалить нас. Но когда я пакала свои вещи из шкафа и остался пустой шкаф, подошла Кира, и такая, что ты делаешь? Я говорю, то тут наш одежда разобирают, хочу видать. Ну ладно. Пуста шафа, ничего нет. А дети в гаджетах все время ходят. Мы звоним. Цей наш дом, в котором мы живем, мы его арендуем. Знову ж таки, в наши сроки нам нужно еще найти людей, еще дозвониться до нашего лендлорда, поведомить его. Он пошел нам на встречу. Он не должен быть. Мы могли еще попасть на оплату месячную за лютой. Не просто за оплату, мы могли попасть за оплату до конца термину, до конца сроку договора, потому что... Мы разрываем договор посередине. Тобто, это прописано, если у вас есть договор на р год, то если у вас не прописано, что вы можете, можете, можете право разрывать его достроково, за 30 дней, то вы должны поведомить. Деякі просят за три месяца. Тобто, все это вы оплачиваете. Тейлендлорд може знову ж таки пойти до суду и вам пипец. Короче, наш лендлорд, спасибо ему большое, Грег, мы тебя очень любим. Он пошел навстречу, более того, он даже согласился, чтобы мы приняли участие в поиске новых жильцов в этот дом для того, чтобы меньше денег потерять. Он тоже прекрасно это понимает. И какое его было удивление, когда я ему написал вечером, что как бы можно, я тоже буду принимать участие. Он говорит, да, утром я ему уже дал пять контактов, пять профайлов семей, которые хотят его арендовать. Он говорит, как? Я говорю, вот так. То есть, вы должны понимать, какое количество людей на один дом в ренте, то же самое и в продаже. Люди, На нас був класный день, класная цена оренди, класное місто розташевание. Наши українцы его сняли, мы его сдали нашим же людям. И вот это субота, дети не знают, это неделя, дети не знают. Понеделок я иду на работу, Алексей вихедный, она зустрять с юристами, мы подписали все с юристами, а я еще задаю ей вопрос, а это все? Я говорю, чисто теоретично, может что-то трапить, что это не приду? Я говорю, что будет, когда вы смотрели этот дом, вы увидели, что тут мебли стояли, все было облаштовано, люди тут жили, после этого вы этот дом не видели, вы его увидите после того, как вы подписываете договор у юристов, за день до того, как вы заедете туда. То есть чисто теоретично, под диваном может быть такая дра в ламинации и что вы будете делать? И вона каже, ну, это мелочь, мы не будем, это сделка все равно будет. если у вас не знаю, кардинально что-то поменялось, если, не знаю, они разбили там вам вашу кухню, то так, вы можете отмотиться от этого процесса. Я думаю, что это просто будет там с того депозита, который мы оплачиваем, будет вышкодование. Ну, это все таке, мы подписали, дети все ж таки не знают, это один день до того, как мы выезжаем, наши дети еще спят в доме, мы еще понедельник, ничего, это понедельник, мы ничего из важкой техники не забрали. Нет, это был уже вторник. Мы выехали в вторник. Во вторник мы детей отвезли в школу. Я говорю, понедельник, дети спят дома. Да, да, с понедельника на вторник. У нас важка техника, все мебли, все лежит, навіть дитячие вещи, все лежит. 30 число первого уже заезжают другие люди в доме, а нам нужно вывезти все из нашего доме, завезти все в этот доме, помить этот доме, перед тем, как туда завезти, а еще помить тот дом, чтобы его в хорошем состоянии. И это все мы сделали только благодаря ЮХолу. Мы как-то уже снимали видео по поводу... И Олексиевым родителям, они сидели с детьми два дня. они сидели с детьми два дня, мы попросили один день, но потом поняли, что мы не справимся. Мы за два дня, за эти два дня мы успели перевезти все вещи, покрасить гараж, перевезти, нам привезли уже часть новой мебели. Новая мебель приходит в коробках, мы эту новую мебель собрали. Наша идея была так, что мы все расставим так, как было в нашем доме, детские комнаты будут полностью облаштованы, и когда мы привезем сюда детей... Вы это все увидите, если вы досмотрите видео до конца, в конце мы вам ставим те эмоции, то видео, когда мы детям показали этот дом. И этот дом мы им показывали не с условием, что мы его уже купили, а что мы хотим его купить, что мы просто придем, посмотрим очередной дом. Ну, Марк, он понял еще с порогу этого домка, а Кира еще долго. Ну, у нас была такая идея, все у нас было в тайм-лимит, мы влаштували, мы все сделали, дом, когда мы отдавали Танхаус, когда его принимал Лендлор, он сказал, что подлога, Ковролин, даже частей, чем когда он нам его отдавал. Я сказала, что у меня там 1500 маячих полососев, еще мы очень следуем, приехали сюда и уже почти месяц мы живем в своем доме, и мы счастливы. на самом деле действительно передать эмоции невозможно, потому что все эти эмоции про покупку дома, про переезд, и когда ты уже заходишь, у тебя уже стоит не вся, у нас часть была новой мебели, часть старой мебели, но уже есть такой домашний уют, это, я не знаю, ощущение, наверное, как первый секс, то есть это в нашем варианте секса, а в нашем варианте переезды, купивли, домики, это было очень швидко, если вам нравятся шутки моей супруги, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий, потому что ей это очень важно, потому что он говорит, что у меня дебильные шутки, никогда я так не говорю, когда я хочу, что это дебильная шутка, потому что мы в наступном відео мы хотим с вами поделиться, какие документы, какой сам процесс более докладнее, что нужно, до чего нужно готовиться и как нужно себя налаштовывать на купюлю домовки, можно сказать только швидко, все возможно, все это не так страшно, как это малюет. Кстати, если хотите, мы пригласим риэлтора и он расскажет, чему потребно куповать домовки зараза. На самом деле, 100%, я вам скажу, что в нашей ситуации, при условии, что у нас абсолютно средняя заработная плата, очень много ньюкамеров, которые получают больше, чем мы, плюс наш стиль жизни, он совсем отличается от нормальных, мы редко, когда на чем-то экономим, мы покупаем абсолютно все, что мы захотим. Это не погано. и с ошибками. И не с пониманием того, что происходит и что мы должны знать. Мы вам все это расскажем в следующем видео. А сейчас наслаждайтесь переглядом эмоций наших детей, которые не видели, не знали и даже не забывали, что мы купили дом. Ты помнишь этот момент, когда мы забирались из школы, родители мои работают, и там разница, час времени, когда родители... Они закончились между школой и так, когда они закончились. Мы же не можем, а нам же не ма куди их привезти. Покормить мы их в Эндис, потому что у нас купоны приходят со скидкой. И мы говорим, что мы сейчас едем, мы вам сделаем сюрприз. Едем в Эндис, мы покушали, на следующий день опять сюрприз. Едем в Эндис, и на следующий день мы их забираем из школы и говорим, сейчас будет сюрприз, они на нас смотрят, говорят опять в Эндис. А еще мы с ним смеялись, когда мы собирали вещи в нашем коттеджи, там где мы жили, я говорю, прикинь, наши дети зараз приходят из школы, ну просто прогуливают, я не знаю, думаю, что мы на работе, приходят из школы, а там таки пустой дим, и мы выезжаем, и мы такие, а что вы здесь делаете? Наши дети не прогуливают. Не, ну они не знают, что это может быть. Вам спасибо за просмотр, пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на Инстаграм с маслом, кому нужно масло, обязательно пишите, кто не знает, какие плюшки от использования этого масла, обязательно задавайте вопросы, мы ответим. И смотрите на эмоции детей. А еще нарешті в Калгари приезжала наша украиночка, яка в свете бьюти-индустрии робить неможливе. Тоня, дуже тобі дякую, мою ВІЄ вже майже месяц. Вона робить лифт ВІЇ, вона робить перманент... ВІЇ – это проститутка. По ВІЇ – это проститутка. Робить перманентный макияж, записывайтесь, вона зробит все знижку, якщо скажете, что приходите от Крэйзи Фэм, вона вам зробит гарную знижку від нас. І, знову ж таки, тільки наши украинские бьюти-мастери могут робити нереальные речи з нами. Тогда я тоже добавлю, коль время рекламы, хотя это как бы непроплаченная реклама, ребят, мы ходили на концерт Калуша, это было бесподобно. Ссылка в описании, сейчас у нас приезжает Сковка, Бумбокс, кучу-кучу других украинских классных групп, поэтому давайте поддержим украинские группы. Давайте зустрінемось там. Второе – встретимся там, потусимка классно, это два. У нас же нема Тесла, тому бомж нам не разоб'є капот. На Субарик пойдем? Да. Поэтому приезжаем на вот такие мероприятия, концерты и помогаем друг другу различными советами, трудоустройством. И просто спілкування с нашими людьми. Слава Украине! Героям слава! Это наш дом, я угадал. Я угадал, это наш дом, подписчики. Я угадал, я так и знал, я так и знал! Мы просто смотрели один дом и как бы… Он нам очень сильно понравился? Нет, мы не досмотрели, поэтому мы хотим сейчас с вами подъехать, быстро досмотреть. Это три секунды. Ну, Кира, придется подождать. А это возле нашего дома? Хорошо, хотите, давайте не будем смотреть. Ну, мы тогда, Кира, ничего не сможем купить, если мы ничего не будем смотреть. Это одна минута. А если это возле нашего дома? Ну? А можно я сам прийду с этого дома домой? Можно, можно, чего нет? Давай зайдем, посмотрим, потом пойдем. Стойте, стойте, мы приехали в этот дом. А что-то что-то в ВАГ делается. Нет. Что-то что-то в ВАГ делается. Мы смотрели машину эту. Ой, смотрели. Мы смотрели дом этот. Мы же не летали, надо быстренько досмотреть все. Помните один дом? Это такая же лестница? Ага. Разумайся. Малик, разувайся. Стойте, я скажу вам, вы купили этот дом. Нет. Только тут. Вы купили этот дом, вы делаете? Почему я делаю? Я говорю. Кира, это не наш дом, перестань носиться. Перестань бегать. Вы купили этот дом благодаря... Кира, не бегай. Может, тут Ташканаба, тут может быть, у кого-то тут живешь. Поднимайся наверх, просто находи. Если там будет в ВАГ, я скажу, это наш дом. Я скажу, это точно мое. Это не твое, Марик. Лего везде. Разве у нас такая была кровать? Посмотри. Какие-то люди тут живут. А где мои? Это что? Это наш дом. Я угадал. Я угадал, это наш дом. Так, давай посмотрим. Стой. Нравится туалет? Не знаю. Пойдем. У меня туалет. Мама, мне моя кожа. Какая рада. Я угадал. Я так и знал. Я так и знал. Мама, ты в мою комнату. Я не вижу радости и счастья. Я тебя не вону. Я тебя потяну. Маша, я боюсь, что ты еще. Я хочу себе новую скучную луку. Я хочу себе новую скучную луку. Я хочу себе новую скучную луку в моей коллекции. Мама, мне... Мама, тебе нравится комната? Мама, мне нравится комната у меня на розовый скучную луку. Маме, посмотри, какая комната. Кира? Нет, мне кажется, посмотри, какая у Киры. Ну, я даже эти смотреть не буду. Тебе тогда больше нравится, какой шкаф здоровый? Мы сегодня сюда приедем? Мы уже здесь. А вещи на что? Все вещи в гараже. Малик, мы все перевезли. Это наш новый дом. Мы купили наш новый дом. Мы купили. Мы купили. Мама, я хочу заснять. Чем хочу заснять? У меня еще один. Да, вон, вон, вон. Покупать этот дом? Да. Мы купили. Уже. Да, да, да. Смотри, тебе какой балкон здесь. Смотри, какой балкон. Пойди, посмотри до конца. Я сниму на YouTube мой. Мама, находит туда. Так, идем еще покажи кое-что. Пошли. Я все покажи все. А здесь, я могу сказать, что у него есть. Мама, у нас есть наш дом? Иди сюда. Мама, у нас есть наш двое? Кира, иди сюда. Это все наши вещи. Смотри. Это все наши вещи. Тут Мак будет спать. Это гараж на две машины. Надо рукой плачать. Кира, у нас тут я. Я просто хочу сказать. Для меня это все. Но это мы сейчас здесь на первый раз. Я хочу просто показать. Какая твоя ванна? Это моя ванна. Твоя ванна вот тут. Балкон. Балкон. Мама, тебе балкон. Смотри. Балкон. Тут балкон нравится? Да. Да. Смотри, тебе какой балкон здесь. Смотри, какой балкон. Пойди, посмотри, до конца. Мама, ты такой балкон, ты заходи туда. Так, идем еще покажу кое-что. Пошли. Идем тебе покажу еще. А где Сима? Какая у него клетка. Мама, где с нашим? Сюда. Иди сюда. Кира, иди сюда. Смотри. Смотри, что тут еще есть. Смотри. Это гараж на две машины. Надо рукой помахать здесь. Подожди. А здесь. Спускайся. Аккуратно. Мам, иди сюда. Ты посмотри. Нет, сюда насос дай. Кира, насос мне. Как тебе тут? Мама, давай. Покажи маму. Папа, купай уже дом. Уже купили. А то нас там уже здесь живет. Ой, 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 ой. Я думаю, что ты на новую цель. Прохи, ты. Это моя комната. Ждешь, я буду играть в Фортнайде. Буду хвили кричать. Никто будет меня наслухать. Слухайте. А этот самый, вы видели камин какой здесь? Да, камин. Папа, это мы видели в магазине. Вы это с Олей купили? Да. Да. Ну что, я тебя поздравляю. Ура. Что ты делаешь такое? Я рада. Нам нужно полугать. На школе. Так ты не рада, когда папка за меня. Поняли? По-по-поскворечнику. Мама, смотри, как делают... Мама, смотри, как делают все это... А, куристи. Папа! А ну, киши сюда. Все, Кер, не надо, не балоси. И, муси. Скильки не стреляй на оскар. Латаран не дораздам, керет перегонный. Музыка цей митвы гуны, чем ты перегонный. Баро, обараймо. Перемо, те робимо. Гу-о-о-оу!